Всем здравствуйте! Сегодняшнее видео является продолжением предыдущего, в котором рассказывалось об опытах по изучению эффективности стрельбы на дальней дистанции, проведенной в Австрии весной 1878 года. С появлением казнозарядных нарезных ружей с унитарным патроном значительно возросла скорострельность и увеличилась дистанция ведения огня. Опыт франко-прусской и русско-турецкой войн и последующие опыты на полигонах отвели подобному способу применения стрелкового оружия значительное место в тактике ведения боя. Сегодня я приведу выдержки из лекции «Боевое значение дальнего оружейного огня», прочитанного 5 января 1890 года перед военным собранием 45-го пехотного азотского полка. Лекция сама по себе достаточно интересная, а сегодня я прочту из этой лекции раздел «Дальний огонь в последних войнах», в котором имелись интересные данные. Так как последние войны своими многочисленными применениями дальней стрельбы послужили главным толчком, побудившим всех обратить должное внимание на способность тогдашнего оружия к дальней стрельбе и некоторые выгоды ее, то не лишнее будет возобновить в памяти хоть некоторые случаи употребления дальней стрельбы в минувшие войны. Заслуживает особенного внимания процент поражения оружейным огнем в последних войнах. В Американскую войну 1862-1866 годы процент поражения оружейным огнем составил 96,7%. В Шлезвик-Галштейнскую войну 1864 года поражение оружейным огнем было 84%. В Австро-Прусскую войну 1866 год от 79 до 90%. В Франко-Прусскую войну 1870-1871 годы поражение оружейным огнем достигло 94%. В Русско-Турецкую войну 1877-1878 годы у Никополя 91,75%. Плевна 19-20 августа 91% и 30 августа 96%. Поражение артиллерийским огнем составляло от 3 до 7%, то есть поражение оружейным огнем везде преобладающее. В сражении Пресен-Прива 18 августа 1870 года командир роты 64-го французского полка, заметив двигающуюся неприятельскую колонну на расстоянии, как он полагал, около 1200 метров, угрожавшую его правому флангу, открыл по ней огонь. После первого залпа оказался недолет шагов на 300-400, потому он приказал целиться в подножье аллеи тополей, ясновидной над наступающей колонной, и дал около 20 залпов. Неприятельская колонна поколебалась, расстроилась, рассеялась, а на той местности остались убитые и раненые. В сражении под Мецем 31 августа 1870 года полковник Даву выслал цепь из лучших стрелков своего 95-го полка против прусской батареи. Цепь эта приблизилась к неприятелю шагов на 1400 и очень скоро заставила батареи отойти с позиций назад, чего, несмотря на все усилия, не смогла сделать французская артиллерия. Капитан прусской артиллерии Гоффбауэр в своем сочинении «Германская артиллерия в сражении под Мецем» приводит много случаев, где германские батареи были поражаемы с больших расстояний французскими стрелками и терпели страшные потери. А в сражении под Мецем 14 августа 1870 года он говорит «Все батареи, занимавшие позицию между Монтра и Куанси, понесли значительные потери исключительно от огня пехоты, стрелявшей на расстоянии 1680 шагов». В сражении при Гравеллоте германцы терпели очень большие потери от огня французских стрелков, открывавших пальбу с больших расстояний. В особенности достойна внимания судьба германской пятой легкой гвардейской батареи. При подготовке к атаке на стен права пятая батарея стреляла по французской пехоте, расположенной на расстоянии 1890 шагов. Но желая расширить поле битвы, батарея снялась с позиции с целью занять высоты у Амалвипы. Лишь только она прошла рысью около 100 шагов, как на нее посыпался такой град Пульшаспо, что она, оставив на месте громадные потери, вынуждена была отказаться от своего намерения и вернуться назад. В сражении при Вюнвиле германский 35-й полк был послан в атаку на французскую пехоту, занимавшую позиции, высоты при Флавибье, Тополевую рощу и высоты по шоссе Резенвиль. В расстоянии 1200-1600 метров французы открыли такой опустошительный ружейный огонь, что 35-й германский полк в несколько минут понес потери, граничащие с полным уничтожением его. Седьмая рота потеряла всех офицеров и 160 нижних чинов. Пятая и восьмая роты, 8 офицеров и 285 нижних чинов в продолжении меньше, чем в 5 минут. В истории 35-го германского полка проходит красной нитью указание огромных потерь, понесенных в этом сражении. Потери эти произошли гораздо раньше того расстояния, откуда 35-й полк только еще думал открыть стрельбу. После этого лектор привел примеры из истории русско-турецкой войны 1877-1878 годов. От себя для полной ясности добавим, что на тот период большинство солдат русской армии на Балканах были вооружены винтовками Крынка. К 1877 году она уже являлась устаревшей и проигрывала американской Пибаде Мартини, которой была вооружена турецкая армия. Особенно это касалось дальности стрельбы. А всего на вооружении русских, гвардейских и линейных частей на тот момент стояло 4 различных типа винтовок. В русской армии на тот момент не придавали значения дальней стрельбе. Видимо, опыт франко-прусской войны для царских стратегов прошел даром. К примеру, прицела одной из лучших на то время русских винтовок Бердана номер 2 были рассчитаны на максимальную дальность стрельбы в 1200 шагов, это 900 метров. В то время, как ружья турецких войск имели гораздо большую прицельную дальность. Турки начинали стрелять на дальности в 1800 и даже в 2000 шагов. Только лишь после окончания войны русское военное командование наконец признало, что у бердановских винтовок необходимо переделать прицелы на максимальную дальность в 2250 шагов. И вот, что было сказано по поводу русско-турецкой войны. Генерал Татлебин в письме к французскому генерал-инженеру Бриальмону пишет, «Атаки племны 30 июля и 11 августа 1877 года стоили нам 30 тысяч человек. Турецкая пехота бросала целый град пульс 2000 метров. Истинно геройские усилия наших войск оставались без результата, и дивизии численностью в 10 тысяч человек таяли так сильно, что число их уменьшалось до 5-4 тысяч». Генерал Зедлер говорит, «Мы начинали испытывать потери с 3000 шагов». С 2000 шагов и ближе потери делались слишком чувствительны. Масса падавшего свинца в некоторых местах была столь велика, что только очевидец может составить себе ясное понятие об этом. Некуда было ступить, столько трупов покрывало поле сражения». Генерал Куропаткин говорит, «При исходе Ловчинского боя один из русских батальонов, развернутый в густую цепь стрелков на расстоянии более тысячи шагов, принужден был лечь под огнем, и стоило большого труда снова двинуть его вперед». 12 сентября наши роты, занимавшие третий гребень Зеленых гор, открыли огонь по туркам, направлявшимися от Крышинского редута к редуту номер один, которыми мы уже овладели. Стрельба, производившаяся на расстоянии 1400 шагов, имела успех, в особенности по колоннам. 35-й Брянский полк в первый день обороны Шибки стоял сначала в резерве, укрываясь в стороне круглой батареи, потерял убитыми и ранеными более 50 человек в одном батальоне. В то же время генерал Драгомиров и стоявший позади него полковник Рынкевич были оба ранены на круглой батарее одновременно и одной пулей, которая, пробив колено и повредив сухожилие ноги генерала Драгомирова, раздробила кость у полковника Рынкевича. Расстояние от круглой батареи до турецкой цепи, что впереди Лысой горы, было около 3000 шагов. Эти приведенные факты из тысячи других употребления дальнего огня в последних войнах достаточно говорят сами за себя и ясно доказывают не только возможность, но и громаднейшую пользу применения его. Согласитесь, что приведенные выше данные достаточно интересны и позволяют понять, почему дальнему ружейному огню на тот период уделяли повышенное внимание. На тот момент этот вопрос был актуальный. К тому времени пулеметы еще не получили широкого распространения, артиллерию сложно было назвать богом войны и дальнобойные армейские ружья громко заявили о себе на поле боя. Еще раз хочется заметить, что разговор ведется исключительно о сосредоточенном залповом огне. Комиссии в Германии, Австрии, Англии, да и других странах после проведения опытных стрельб практически единогласно пришли к заключению, что эффективный одиночный огонь по отдельным людям можно вести с дистанции не более 600 метров. Именно после франко-прусской войны германские армии модифицировали прицелы в сторону увеличения дальности стрельбы. При этом отмечались и недостатки дальней стрельбы. Главными из них были повышенный расход боеприпасов и то, что в горячке боя солдаты забывали уменьшить дальность прицела при стремительном приближении противника и делали промахи. Кстати, хочется отметить, что и французы и турки, успешно применявшие дальний оружейный огонь, свои войны проиграли. Но это совсем другая история. А у меня на этом все. Спасибо за то, что посмотрели это видео и если оно понравилось вам, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также советую вам на всякий случай подписаться на мои резервные каналы на других информационных площадках. Ссылка в описании к видео. Всем мира над головой и до свидания.